Приветствую вас. Я думаю, что имеет смысл обратить внимание в вашем вопросе на следующий момент. Первый. То, что вы, с одной стороны, вроде бы знаете про созависимость, но с другой стороны, судя по всему, не отдаете себе отчет в том, что созависимы вы сам, потому что на вас влияет поведение вашей мамы. Во-вторых, вы говорите о том, что у вас нет возможности обратиться к психологу, но не пишите почему. Если у вас нет, например, денежных средств, то можно обратиться к бесплатному психологу в психологическом центре вашего города. В Тюмени, насколько я знаю, такие центры есть. Дальше. Вы пишите о том, что хотите семью. И чтобы ваша семья отличалась от того, что происходило в семье родительской. Ну, если желание отличий вполне нормальное и естественное, правда, для этого необходимо выработать здоровые отношения к своим родителям, а не такой вот оппортунистикой, скажем так. Только тогда можно рассчитывать на то, что в вашей семье все будет по-другому. Вот. То желание семьи в принципе просто, если я правильно вас понял, конечно, заслуживает отдельного внимания. Зачем вам семья? Для чего она вам? На этот вопрос необходимо найти ответ. Вполне вероятно, что если поработать с этим желанием, то выяснятся некоторые ваши трудности, с которыми можно и нужно поработать. Наконец. Вы пишите, посоветуйте, пожалуйста, как уговорить маму. Ну, яркий пример созависимости. Ибо только созависимый партнер будет столь сильно нарушать личные границы другого человека, то есть вашей мамы. Вот как ваша мама ведёт себя по отношению к отцу, так и вы ведёте себя по отношению к маме. Вроде бы вы её не оправдываете, но в то же время считаете, что она это она, а папа он типичный алкоголик. Ну, ваша мама тоже зависима от алкоголя. И в этом смысле она тоже в кавычках типичный алкоголик. Но она в кавычках типичный алкоголик не потому, что она типичный алкоголик, такой же как ваш отец, такая же как ваш отец. А потому что все алкоголики, в принципе, одинаковы. Ну, точно так же как любые люди, любой человек, точнее, страдающий одной болезнью, похож на другого человека, страдающего такой же болезнью. К примеру, все люди, болеющие гриппом, да, одинаково имеют высокую температуру, боль в горле либо кашель, насморк и так далее. Вот. Понятно, что различия есть, но в целом симптомы похожи. То есть не очень понятно, почему вы маму как бы отличаете от папы. И маму вы, значит, скодируете, а папу, значит, нет. Папа, значит, конченый человек, а мама нет. Ну, это на самом деле некая идеализация вашей мамы. То есть, может быть, конечно, внешне и кажется, что отец не видит смысла жизни, но справедливости ради, он работает, он зарабатывает деньги, даже если какую-то часть из них он пропивает, но все равно он работает, вот у вас у него есть. Люди, не имеющие смысл жизни, опускаются, к правилам, гораздо сильнее. Ну, а то, что делает ваша мама по отношению к отцу, к сожалению, на пользу ему не идет, тут вы правы. Короче говоря, вам необходимо отделить идеализацию мамы от любви к ней. И то, что вы хотите сделать, уговорить ее, пойти к психологу. Это все-таки идеализация. Идеализация. Человеку самому необходимо прийти к пониманию того, что то, как она живет, в данном случае, ваша мама ее не устраивает. Но она не сможет прийти к этому пониманию до тех пор, пока вы ее выслушиваете, пока вы подкрепляете ее деструктивную, да, деструктивную модель поведения. То есть вы ее выслушиваете. Поскольку вы тоже созависимый партнер, то работать в первую очередь нужно с личными границами, с самооценкой, с страхами, с потребностной сферой. Ну и, конечно, все те вещи, которые вы описываете, которые, к сожалению, достаточно типичны для семей, где один или несколько, один или оба родителей страдают или злоупотребляют алкоголем. Вот. Вы описываете, конечно, очень похожие проблемы и действуют они на человека, вот, только не похожи. И у вас одно из следствий, точнее одно из следствий такого воздействия, это рационализация. То есть вот то, что я увидел из вашего текста, это то, что вы стараетесь все объяснить, стараетесь обо всем подумать, все спланировать. Вот, но эта стратегия вполне естественно пробуксовывает, эта стратегия вполне естественно не работает, а чувства ваши, они хаотически, тревообразно вырываются и проявляют себя. Вот. Поэтому очень важно, чтобы прежде чем взаимодействовать с родителями, которые, напомню, являются созависимыми, которых, напомню, вы одинаково как идеализируете мама, так и демонизируете папа, вот, прежде чем взаимодействовать с родителями, необходимо найти баланс в себе. И уже после этого выстраивать четкую модель поведения, ориентироваться, например, на жесткую форму любви. Жесткая форма любви предполагает личную ответственность каждого человека за свои действия. Любовь – это принятие, и любовь – это принятие в первую очередь выбора человека, даже если этот выбор не совсем корректен, не совсем полезен. Это модель жесткой любви. Без этой модели жесткой любви вам не выше, к сожалению. Также, я рекомендую вам почитать треугольник Карпмана, ну, про треугольник Карпмана в интернете. Вы увидите, что в треугольнике вы занимаете роль спасителя, пытаетесь спасти свою маму. Мама – это жертва, которая спаил отец. Правда, то, что она сейчас по факту спаивает его, ну, вы об этом умалчиваете. Ну, а отец – это тиран. Отец – это тиран, который спалил маму, которая не хочет работать и так далее. Вот такое вот гротесное восприятие людей в данном случае. И себя как спасителя, чтобы вы должны спасти мать, и своих родителей. У созависимых людей присутствует чувство вины. Чувство вины есть у вашей мамы, что, собственно, и мотивирует ее делать то, что она делает. Чувство вины есть у вас перед вашей мамой. Есть идея о том, что вы не можете быть счастливы, например, если несчастлива она. Ну, ваша мама, она считает так же, что она не может быть счастлива, если несчастлив ваш отец. Что, собственно, она и делает. Вот, знаете, я, наверное, скажу не очень хорошую вещь сейчас для себя как для специалиста, вот. И я надеюсь, что это вас не обидит. Я достаточно сказал с точки зрения профессиональной. Вот. Но я вижу, например, что по тексту вы достаточно интеллектуально развитый человек. Вы грамотно пишете у вас хороший слог. Вы хорошо выражаете свои мысли. Вы умеете думать в том смысле, что хорошо, хорошо, оперируете логикой. Ну вот, если посмотреть на первую часть вашего текста, где мама демонстрирует безответственность по отношению к себе и к вам, и посмотреть на последнюю часть вашего текста, где уже вы демонстрируете безответственность по отношению к себе. Вот хочется спросить, а чем же вы отличаетесь от мамы? Как вы можете ей помочь? Действительно помочь на самом деле. Не уговорить сделать то, что вам видится правильным, а действительно помочь. Я не уверен, что вы надаете себе отсчет значения этого слова. Помочь. Что такое помочь? Вот. Как вы можете ей помочь, если вы, по сути, действуете так же, как она? Ну да, у вас пока нет мужчины, от которого вы зависите, но вы точно так же зависите от своей мамы. И точно так же, как она, условно говоря, навязывает вашему отцу какие-то вещи, в том числе алкоголь, так же и вы навязываете своей маме и папе свою помощь. Так же, как мама, сперва навязывая какие-то действия отцу, потом уже переживая по поводу того, что у нее несчастная жизнь, так же и вы навязывая свою помощь маме, переживаете и негодуете по поводу того, что ваша мама, значит, своими переживаниями на вас влияет. Ну так, это все ваша личная ответственность. И именно поэтому, именно по данной причине в треугольнике Карпмана вы такая же жертва, как и ваша мама, и как отец тоже. Именно поэтому я в начале своего текста, в начале, простите, не текста, аудио привык. Смотрю на ваш текст и говорю текст, точнее представляю ваш текст. Вот, проговариваю ваш текст и сам сказал тоже. В начале своего ответа я спросил вас о том, почему вы не можете обратиться к психологу. То есть, мама не хочет обращаться к психологу. У вас нет возможности. Мама живет в прошлом веке. Вы ищите причины, чтобы не обращаться. Нет, конечно, вы сейчас скажете, что либо у вас нет денежных средств, либо нет времени, либо бесплатно. Ну, бесплатного психолога нет. Но вы знаете, даже в институте, где вы учитесь, в университете, где вы учитесь, есть психологи. Студенческие психологи, к которым вы можете обратиться. То есть, знаете, опять же, задумайтесь, задумайтесь. В вопросе получения психологической помощи вы придерживаетесь идеи, во что бы то ни стало получить помощь, или придерживаетесь идеи получить только ту помощь, которая вам видится? Правильно. Опять же, в этом смысле вы ничем не отличаетесь, к сожалению, от своей мамы в плане поведения. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго, удачи. Я надеюсь, что вы подумаете над теми вещами, которые я вам озвучил. И надеюсь, что найдете возможность получить помощь. Удачи!